Тухлое мясо превращается в свежую вырезку. С помощью такого вещества, как фруксин, мы постараемся придать цвет, насыщенность мясу. Просроченные сосиски становятся свежими. Берем что-то тонкое, в данном случае гладь, пресса. Ну, в принципе, пузырь сдут и не вызовет каких-то подозрений у покупателей. Гнилая рыба превращается в ароматную копченую семгу. Открываем жидкий дым и пытаемся произвести копчение. Именно так нас обманывают. На рынке, в супермаркете, в магазине. Можно продать что угодно, если умеешь. Уловки торговцев, схемы обмана. Все тайное станет явным. А главное, вы узнаете, как не позволить себя одурачить. Хороший покупатель – невнимательный покупатель. На этом построена вся система обмана в торговле. Мы сами охотно позволяем продавцам себя обманывать. Большинство уловок и хитростей рассчитано именно на это. Вспомните, когда в последний раз вы проверяли срок годности. Требовали у торговца на рынке сертификат или читали состав на упаковке. Мы решили проверить, читают ли покупатели надписи на упаковке. На банку обычного фруктового компота мы наклеиваем новую этикетку. Останкинский фруктовый коктейль. Последнее слово специально написано с ошибкой. По идее, это должно насторожить внимательного покупателя. На упаковке указываем состав. Киви, бананы, дыни, арбуз, цианистый калий, яд курары. В скобках подчеркиваем – опасно для жизни. Эти банки продавец выставляет на прилавок. С наклейкой «Специальная цена». Сегодня суперакция. Подходим, суперцена. Замечательный, великолепный компот. Подходим, покупаем. 20 рублей. Спасибо. Самая низкая цена в городе. Держите. Поддержим отечественного производителя. 50 рублей, 3 баночки. Покупаем. Спасибо вам. 20 рублей, баночка для пенсионера, 10. Как много чего? Пожалуйста, на здоровье. Скидки, бонусы, специальные цены и рекламные акции. Все это действует на покупателей, как на кота Валерьянка. Это психология. Всегда хочется купить дешевле. Продавцы неликвиды об этом прекрасно знают. Испорченные продукты быстро сбывают со скидками или по специальным ценам. Через полчаса у прилавка выстроилась очередь. На удивление, желающих купить деликатес оказалось много. Люди клюнули на приманку. Дешевизм. Суперакция. Только сегодня. Сколько вы хотите? Баночку? Две. Давайте уже берите 3, 50 рублей. Пожалуйста, бабуля, спасибо большое. Все? Спасибо вам большое. Расторговалась я, вы мне помогли. Вы помогли, надо бесплатно дать. Правильно? Да, я не знаю, вот такая она. Бесплатно только сыр в вышеловке. Возвратов нет, претензий, значит, тоже нет. На состав, написанный мелким шрифтом, самую важную информацию никто внимания не обратил. А этикетку читали? Нет еще. Не успею. А почитайте внимательно. Я сейчас посмотрю, что-то у меня там подсурили. Это 50 рублей. Состав киви, бананы, дыни, арбузи, яблоко, вода, цианистый калий. Цианистый калий. А опасно для жизни? А, опасно для жизни. Ну, съедобно вообще, можно есть. Коктейли с цианистого калия яда курары раскупили за 20 минут. Брали, что называется, оптом, несколько банок сразу для друзей и знакомых. Если бы компот действительно оказался испорченным, им отравились бы как минимум полсотни человек. Это вечная игра, в которой вынужден участвовать каждый из нас. Продавец должен продать товар, даже подпорченный, продать любой ценой. Его ставка – разорится он или нет. Особенно выросла эта ставка сейчас, в кризис. Покупатель должен разгадать обман. Его ставка – собственное здоровье. Проигрывает тот, кто хуже подготовлен. Алексей Кравчук будет покупать продукты для семейного праздничного стола. Алексей не просто покупатель, он опытный игрок. Профессиональный кулинар. Шеф-повар московского ресторана. Но мы выбрали этого человека не только из-за его профессии, а по другой очень веской причине. Приятного аппетита! Этот подмосковный санаторий – первое место работы Алексея Кравчука. Семь лет назад здесь проходила всемирная антропологическая конференция. Ученые приехали обсуждать глобальные вопросы развития человечества в условиях современных технологий. Но научное мероприятие пришлось прервать сразу после обеда. Конференц-зал опустел. Ученые столпились у двери туалета. Всем было явно не до антропологии. Я вызвал себе сам скорую помощь, потому что я почувствовал себя нехорошо. Мне начало тошнить, у меня начался понос. Ученые отравились протухшей семгой. Эту рыбу Алексей купил на рынке. На прилавке товар подозрения не вызвал. Запах тухлятины продавцы перебили ароматизатором, имитирующим аромат копчения. Рыбу взяли у нас на образец. Но до этого я ее проверил. И вы знаете, даже в состоянии, что я ее наблюдал, уже приготовлено, текстура рыбы была нарушена. Она уже немножко расслаивалась. В чем, опять же, моя вина. После подпорченной конференции антропологов Алексея уволили с работы. С того дня он стал внимательным, или, как сейчас говорят, продвинутым покупателем. Мы решили выяснить, может ли внимательный покупатель обезопасить себя и своих близких. Мне интересно поучаствовать в этом эксперименте. Надеюсь, опыт поможет мне. Рынок, супермаркет и магазин шаговой доступности. В этих местах Алексей покупает мясо, рыбу, фрукты и сладости. То, что вы покупаете каждый день. Ну, это говяжья вырезка, я так понимаю? Говяжья. А это? Телячья. Отлично. Вот как раз телячья нам нужна. В первую очередь, свинину, конечно, выбирать надо визуально. То есть, чтобы кусок вам нравился, чтобы он был не обветренный. На нем не было заветренных частей и синеватости каких-нибудь. Он не был кровавый, он не был грязный. Это самое главное. Чтобы он не был некрасивым, он был тоже симпатичным. Потом, конечно, его надо обязательно нюхать, чтобы он приятно пахнет. Потому что мясо можно, вы знаете, помыть, его можно вторично обработать. Мясо пахнет хорошо. И на нем не должно быть слизистой пленочки такой. Он не должен быть слизким. Хотел бы на глядном примере показать рыбку, которую не стоит брать. Если вы заметили, рыба расслоилась, мягкая стала консистенция и потеряла яркий красный цвет. Жабры, как вы видите, они уже стали скользкими и потеряли структуру свою. Глазки выморожены и впалые. Косточки чуть-чуть отделяются от мякоти. И на запах пахнет старой рыбой и морозильником. Теперь видно слои рыбы. Они не расслаиваются. Рыба достаточно яркая. Она не была заморожена. Эта рыба свежая. Эту рыбу я бы взял на наш стол. От всех продуктов, которые купил Алексей, мы отрезаем по кусочку и отправляем их на экспертизу в лабораторию. Для чистоты эксперимента продукты кладем в переносной холодильник. Здравствуйте, извините, а можно эклеров? Пять штук. Спасибо большое. Из этих продуктов Алексей приготовил праздничный обед для своей семьи. В конце программы вы узнаете, что здесь можно съесть, а что нужно просто выбросить в помойку. Рынок. Для невнимательного покупателя это зона риска. Гам, толкотня, продавцы торопят. Следующий. Оценив продукты на глазок, мы говорим «Взвесьте мне вон тот кусочек». Внимательно рассмотреть, что же мы купили, удается только дома, на кухне. Мы продавали мясо, охлажденное под видом парного, это раз. Которое мясо уже как бы заканчивались у него сроки реализации, мы все равно им торговали. Мы все равно его должны были продать под любым видом, по той же, кстати, самой цене. Цена никак не спускалась ниже. То есть по-любому мы его должны были продать, реализовать. Александр – бывший продавец. Стаж работы на рынке 15 лет. А кореечка в какой цене? Он уволился оттуда после того, как продал тухлое мясо 80-летнему старику. «Подошел старый человек пожилой, взял мясо, а потом как бы пришел на следующий день, говорит, ну что же вы так делаете, что вы так поступаете, ведь цена-то у вас тоже ведь хорошая, и вы должны качественно торговать товаром». Но не все продавцы такие же совестливые, как Александр. Тем более, что стоимость списанных продуктов хозяин обязательно вычтет из их зарплаты. Им нужно продать весь товар, даже подпорченный. Продать любой ценой. Бывший продавец Александр знает всю эту кухню изнутри и легко вычисляет на рынке замаскированный неликвид. Чуть позже мы расскажем, как отличить такие продукты от свежих. «А почем свиная голова?» «30 рублей». «Килограммчик, да?» «Мне-мне. Хорошая хрюшка». Рыба – это самый опасный продукт для невнимательного покупателя. Срок хранения очень короткий. Свежая рыба портится за один день. По идее, ее надо выкидывать, ведь, как известно, не бывает рыбы второй свежести. Вместо того, чтобы выбросить протухшую семгу или форель в помойку, некоторые продавцы чудесным образом превращают ее в копченую. Правда, это не значит отправить рыбу в коптильник. С рыбой поступают следующим образом. Когда здесь тоже запах не самый свежий, подходит конец срока ее реализации, рыбу стараются засолить и при этом закоптить. При этом удаляется ненужный запах, несвойственный продаваемой рыбе. И также, опять же, передается товарный вид. И к тому же копченая стоит гораздо дороже, чем обыкновенная рыба. Жидкий дым классический. Пищевая добавка, стоимость 60 рублей. На рынке вещь незаменимая. Ее можно часто увидеть под прилавком у продавцов. Жидкий дым придает тухлой рыбе тонкий аромат костра и копчености. Открываем жидкий дым. И пытаемся произвести копчение, так называемое. Запах заметно улучшился. Мы добились того, что кусочек, который издавал не совсем вкусные запахи, стал пахнуть очень приятным. Копченым. Да. Благодаря вот этой волшебной бутылочке. Обработка занимает несколько минут. Внешне рыба похожа на копченую. На самом деле все копчение – это ароматизаторы, красители, до нескольких часов на солнце. В этой красивой и ароматной семге содержатся токсины, смертельно опасные для человека. Псевдокопченую рыбу можно отличить на ощупь. Она более мягкая. Куски расслаиваются и расползаются. Хочу выглядеть вкусно. Грязные разделочные доски, старые ящики, ведра с водой. В лужах на полу валяются куски рыбы. Так выглядит цех, обнаруженный сотрудниками столичного УБЭПа в сентябре 2009 года. Здесь делали псевдокопченую рыбу. Рыбу коптим. Рыбу коптите, да? Да. Вот это образцы, да? Да. Вы понимаете, что это абсолютно антисанитарные условия? Понимаю. Эту рыбу продавали на нескольких столичных рынках. На прилавке товар выглядел привлекательно. Запах тухлятины производители заглушали специями и отдушкой. Но люди же, когда это покупают, они не знают, что эта рыба валяется на полу, да, что обратно. На полу не валяется рыба у нас. Пойдемте посмотрим. Пойдемте? Что она лежит на полу. Сейчас этот цех закрыт. Вся партия протухшей рыбы изъята с прилавков. А на мастеров коптильщиков завели уголовное дело. Курица. Сейчас на рынке не найдешь синих кур. Хотя еще 10 лет назад на прилавках можно было увидеть синюю птицу. Это не значит, что курицы стали лучше. Просто за это время продавцы освоили цветокоррекцию. Берем белизну и разбавляем ее с водичкой. И натираем нашу курицу. Вот теперь наша курочка должна полежать немножко. И синева уходит. Она становится опять белой и красивой. От беливателя берут буквально каплю на ведро. Отравиться химикатами в такой концентрации невозможно. А вот подпорченной курицей легко. Ведь лучше от этого она не стала, просто поменяла цвет. После такого макияжа курицы делают укол. С помощью геля или воды ей добавляют полкилограмма веса. Берем шприц. Берем простую обыкновенную воду. И накачиваем ее изнутри, чтобы это не было видно. Я думаю, что вес курицы таким образом можно увеличить примерно до полкилограмма. Вот таким образом из маленькой небольшой курицы мы делаем большую, огромную курицу. Отличить замаскированную синюю курицу можно, во-первых, по запаху. Она может отдавать хлоркой. Во-вторых, на ощупь. Если взять такую курицу в руки, может слегка пощипывать кончики пальцев. Так действует отбеливатель. На рынке опыт маскировки неликвида передается по наследству. От продавца к продавцу. Это корпоративный секрет, о котором покупателю не должен знать ничего. Рынок – закрытая территория. Посторонним сюда вход воспрещен. Здесь снимать нельзя. А почему не можем здесь снимать? Это частная собственность. Не снимайте внимания. И у нас как бы договор такой, что у нас работа такая, мы должны запрещать. Запрещать? Да, снимать. Единственный способ увидеть рынок, что называется изнутри, – стать продавцом. Хотя бы на время. Для этого наша корреспондентка устроилась в мясной ряд на один из рынков Москвы. Здравствуйте, простите, вам продавец не требуется? Здравствуйте, простите, вам случайно продавец не требуется? Я работаю еще. Я насчет работы хотела узнать. Первый рабочий день. 7 утра. Все продавцы уже на своих местах. Рынок откроется только через час. В этот час здесь и происходит все самое интересное. То, что мы, покупатели, никогда не увидим. Со вчерашнего дня на витрине остались несколько кусков говядины и свинины. Это мясо уже начало портиться. Хорошая хозяйка его бы просто выбросила в помойное ведро. Но продавцы не имеют права списывать испорченные продукты. Деньги, товар, деньги. Из этой цепочки нельзя выбросить товар, останешься без денег. На рынке – безотходное производство. Слушай, ты запоминаешь как-то, да? Да. Понимаешь, что если косточка здесь, значит, другой кусок сюда косточка. Ну, в общем, так, чтобы пленочки какие-то не видны были. Их нужно спрятать, показать кусок. Я надеюсь, ты не сможешь. Так, чтобы тоже видно было только хорошая часть. И те, которые с вчерашнего дня, я смотрю, через бак с капрами. Ну, их надо пропускать. Поэтому, если надо постараться в начале продать, конечно, в начале, что-то и в бак. Мраморное мясо. Такими словами, покупателям рекламируют вот эту темную говядину. На самом деле, никакого мраморного мяса не существует. Просто темные куски мяса лежат на прилавке третий день и уже начали портиться. Отличить несвежее мясо можно по цвету. Оно более темное. И на ощупь нужно надавить на кусок пальцем, так, чтобы осталась небольшая ямка. Кусок свежего мяса за пару секунд восстановит форму. На подпорченном мясе так и останется ямка. Цена. Именно на цену мы обычно и покупаемся. Всегда хочется найти подешевле. Это нормально. Хуже, когда нас пытаются подловить на нашем желании сэкономить. Гуляш. Его обычно продают со скидкой. Секрет низкой цены прост. Гуляш делают из мяса, которое обветрилось и совсем потеряло товарный вид. Продать его в таком виде уже нельзя, поэтому с него срезают подгнившие куски, потом режут и аккуратно укладывают в пакет. Иногда на дно пакета добавляют мороженого мяса для веса. Это вчерашние остатки, сейчас я их буду, сейчас я тебе всего потихонечку буду рассказывать. У нас здесь идет утро, мы выкладываем, потом начинают рубить что-то, списываем, подарим ребятам. Они делают гуляш или на фарш что-то это. На гуляш остатки, да? Да не все, стараемся продать. Фарш готовится тут же на рынке в подсобке за прилавком. На фарш частенько идут те самые гнилые края и заветренные пленки, которые обрезали со вчерашнего парного мяса. Чтобы отбить неприятный запах, в него добавляют уксус и свиной жир. Если фарш дешевле мяса, это повод насторожиться. Точно по классике, не гонялся бы ты поп за дешевизной. Качественный фарш не может стоить дешевле мяса. Ведь его цена складывается из стоимости самого мяса, плюс затраты на изготовление. Лучше всего покупать фарш у продавцов, которые делают его при вас. Мясорубка стоит не в подсобке, а прямо на прилавке. Обычно здесь можно попросить сделать фарш из куска, который выбрали вы сами. На рынке нужно быть особенно внимательным. Не стоит полагаться на авось. Человек, который считает, я тысячу раз покупал и ничего, за 20 лет ни разу не отравился, как раз и может попасться на рыночные уловки. Красноярск. 2009 год. Здание суда. Подсудимый повар Оксана Гегель и директор фирмы Кейтери Павел Пономаев закрывают лица от телекамер. Из-за этих людей почти 300 студентов заболели сальмонеллезом. Имелись грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Отсутствовало элементарное разрешение и какие-либо документы, дающие вообще право заниматься такого рода деятельностью. Не было соответствующего оборудования и не было условий, пригодных для приготовления пищи, для ее хранения. Не было холодильника. На традиционный студенческий бал в резиденции красноярского губернатора Александра Хлопонина собрались студенты-отличники. Но сразу после фуршета гости почувствовали себя плохо. Вечером в больницы города попали почти все участники мероприятия. 300 человек. А что вы ели? Канапе. На губернаторском балу. Канапе. Температура поднялась. Голова заболела, кости ломить ничего. А желудком плохо? Нет, желудок только сегодня начал. Оказалась виновник массового отравления повар Оксана Гегель. Именно она накануне приобрела испорченное мясо на рынке. Женщина решила сэкономить и купила фарш со скидкой. И не стала спрашивать у продавцов документы, подтверждающие качество мяса. Суд обязал Оксану Гегель выплатить штраф 30 тысяч рублей и компенсировать отравленным студентам затраты на лечение. Директору фирмы Кейтерье Павлу Пономареву запретили торговать продуктами в течение двух лет. Придорожные рынки. Здесь самые низкие цены, ниже некуда. И никакого контроля. Мясо и рыбу продают под открытым небом. В нескольких метрах от трассы, рядом с придорожной каналой. Дешево и сердито. Пускай посмотрят, как мы кормим, при каких условиях. Пыль, ветер, дождь, слякоть. Все бактерии оседают. Не надо тогда говорить тяжелые металлы. Металлы у нас везде. В первой же торговой точке инспекторы Россельхознадзора находят мясо неизвестного происхождения. На свинину дайте, пожалуйста, документы. Никаких документов и сертификатов у продавцов нет. И здесь вот санитарные условия ваши. Вот, смотрите. В луже, в луже. Здесь и готовят, шашлык изготовляют, и лужа все вместе. Моют все. Вы же кормите людей. Чем вы кормите? Парное мясо. Считается самым вкусным и полезным. Нам удалось выяснить, откуда такое парное мясо попадает на прилавок. Эти сараи расположены прямо за рынком. Здесь, на траве, в сотни метров от дороги, забивают животных и разделывают туши. Снимайте меня, я сказал! Почему? Я не снимать! Мы не вас, мы свинюшки. Я ее снимать, вы не растите, не х**а! А вы растили? Я растил, это мое дать! Забои животного проходят в антисанитарных условиях. В мясе появляется эта группа кишечных палочек. Значит, здесь остатки хлебные лежат, которым осуществляется кормление свинопоголовья. Но перед тем, как кормить, их надо провести термическую обработку. Это неизвестное происхождение остатки. Мы, соответственно, с остатками к нам все в России едет и кормим. Это первый признак, что можно какую-то привести от заболевания. Инспекторы могут только выписать штраф за незаконную торговлю – 4000 рублей – и взять образцы мяса на анализ. Так, вот здесь возьми межреберную, да, межреберную. Сотрудники Россельхознадзора берут куски мяса на анализ, а всю оставшуюся партию изымают до выяснения. Это своего рода уловка. Так явно подозрительное мясо не попадет к нам на стол. Закрыть нелегальный рынок инспекторы не могут. Это не входит в их полномочия. Но они сообщают о стихийной торговле в местное отделение милиции. В ходе проверки был выявлен факт продажи, придорожной продажи мясной продукции. На сегодняшний момент данные торговые точки закрыты. Часто уже на следующий день после закрытия такие стихийные рынки опять бойко торгуют. Поэтому в ближайшее время мы приедем сюда и посмотрим, вернутся ли продавцы на насиженное место. Вот что происходит с мясом за 8 часов на открытом воздухе. А на стихийном рынке мясо лежит именно так, на прилавке под палящим солнцем. Как же продавцы ухитряются вернуть ему, что называется, товарный вид? Тухлое мясо они маскируют с помощью красителей и ароматизаторов, а потом продают под видом свежего. Сейчас мы покажем, как происходит это чудесное превращение и расскажем, как распознать замаскированное мясо. Говядина, пролежавшая день на открытом воздухе, протухла. Это не просто не ликвид. Это настоящая биологическая бомба с коктейлем из трупного яда, сальмонеллы и кишечной палочки. Запах не самый лучший, поэтому нам придется постараться. Берем и натираем его раствором. Так, запах у нас заметно улучшился. Намного улучшился его прежний вид. Срезаю темное, некачественное слой мяса. То, что не подается уже обработке. Теперь мы приступаем к другой операции. С помощью такого вещества, как фуксин, мы постараемся придать цвет, насыщенность мясу. Фуксин – краситель, стойкий к воздействию света. Используется в текстильной промышленности, при изготовлении карандашей, чернил, копировальной бумаги, паст для шариковых ручек. Вот, смотрите, кусочек наш на наших глазах покраснил. То есть, как бы там образовались вновь кровяные тельца, которые бывают при виде свежего мяса. После нашей реставрации запах исчез, цвет изменился. Как распознать, что вам пытаются подсунуть тухлое мясо? Возьмите бумажную салфетку. Если приложить ее к мясу, обработанному фуксином, на ней обязательно останется пятно ярко-розового химического цвета. Дома на всякий случай можно повторить проверку. Ненадолго опустить кусок в чистую воду. Если вода порозовеет, значит мясо обработано фуксином. Такой кусок нужно выбросить в помойку. Распространенный миф. Ну, чуть заветрилось мясо, хорошенько прожарите, все в порядке. Действительно, бактерии гибнут при высокой температуре. Но есть и другие опасности. Говядину бы свиньетку, баранику, пожалуйста. Антибиотики. Они попадают в мясо здесь же. В таких условиях животные болеют трихинеллезом и другими инфекционными болезнями. Ветеринар колет свиньям и коровам лошадиные дозы антибиотиков. Если лечение не помогает, животных отправляют на мясо. Продавцы мясных рядов даже шутят, что их свинина вылечит любой бронхит. Бывают такие случаи, что не выдерживают лечение, видят, что животное уже не вылечится. Они его забивают. Тем самым антибиотики обнаружатся в мясе. Что может пагубно повлиять на иммунную систему человека, который будет употреблять это мясо с антибиотиками. Сколько ни жарь мяса, антибиотики никуда не денутся. Они устойчивы к высоким температурам. При приготовлении мяса с антибиотиками, при жарке, при варке, их вывезти нельзя. Только если уничтожить данное мясо. Его нельзя также употреблять в корм животным. У продавца мяса должны быть следующие документы. Разрешение на торговлю от Роспотребнадзора и сертификат ветеринарной лаборатории. На каждой туши должно стоять четыре клейма. Если продавец не может их показать, лучше отказаться от покупки. Прошло две недели. Мы приехали на тот же самый стихийный рынок. Около дороги стоит только палатка с фруктами. Продавцов мяса и рыбы здесь уже нет. Добавцы приехали, поймали. Мясо мы это любили. Нет, там мясо. Этот стихийный рынок сейчас закрыт. Но буквально в паре километров от него мы обнаружили другую нелегальную торговую точку. Пойдем. Здесь что за... Пойдем, пойдем сюда. Это только забили, да, недавно? Да. Мясо продают в сараях, рядом со скотобойней. В этот раз мы уже сами, не дожидаясь проверки Роспотребнадзора, вызвали милицию. Здравствуйте. Все документики, пожалуйста, на мясо. Все правоустанавливающие документы у вас будут проводиться проверки. О справках и ветеринарных заключениях здесь и слыхом не слыхивали. Никаких документов на мясо милиционеры не нашли. Потроха и туши валяются прямо на полу сараев. Лес вокруг буквально завален останками убитых животных. Мужчина, подъем. Доброе утро. Документы. По нашим законам нелегальным продавцам грозит только административная ответственность. То есть им выпишут штраф и отпустят с миром. Поэтому продавцы платят 5000 рублей и продолжают спокойно торговать мясом на соседней улице. До следующей проверки. По мнению милиционеров, у этой проблемы есть решение. Штраф за нелегальную торговлю должен быть таким, чтобы она стала просто невыгодной. Сейчас единственный вариант ничего не покупать на нелегальных рынках. Себе дороже. Здравствуй, мама. Светлане Штебиной было 60, Ане Толстиковой всего 44. Обе работали в школе. Обе погибли в один день. Они отравились продуктами, купленными на нелегальном рынке. До больницы доехали, ее увезли на носилках в отделение токсикологии. Там находились где-то порядка минус 30-40, и в конце концов вышел врач и назвал фамилии тех, кто умер. В том числе там оказалась наша мама. Красноярск. Школа номер 86. Когда у одной из преподавательниц умер муж, учителя решили устроить поминки в школьной столовой. Никто не мог предположить, что через три дня придется поминать их самих. Скорбный ужин оказался смертельным. Овощи на столе были с личных огородов. А вот рыбу, мясо и сухофрукты женщинам пришлось докупить на ближайшем придорожном рынке. Не надо далеко тащить тяжелые сумки, да и дешевле. Около шести вечера сели за стол. А через 15 минут люди начали падать на пол, словно куклы. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Учительницы из одной бутылки все пили эту минеральную воду. Дышать нечем было. Вот здесь вот где-то на углу я здесь вот упала. Меня сын подхватил. Там один валяется. Там много очень было. Ну я как бы собрался, поехал сразу в школу. Была такая страшная картина. Все находились в такой большой панике, что в принципе никто не знал, что произошло и что делать в этом случае. Налицо были все явные признаки пищевого отравления. Такие рвотные массы, такие темно-коричневого цвета. То есть кто-то лежал на полу в судорогах, людей отнимались в конечности. Эти кадры сняты через два часа после помины. Во дворе школы несколько медицинских бригад. Всего в этот вечер отравились 29 человек. Светлану Штебину и Анну Толстикову не спасли. Неизвестный яд убил женщин почти мгновенно. Отравление продуктами питания, какими пока что это трудно, но то, что молниеносно развилась клиника практически с момента употребления пищи до появления первых клинических признаков, прошло не более полутора часов. Экспертиза показала, что женщины отравились ядохимикатами. А именно дельтрином. Это яд, которым травят насекомых. Он содержался в рыбе, купленной на рынке. По делу была назначена судебная медицинская экспертиза, которая проводилась в российском центре судебной медицинской экспертизы в городе Москве. Значит, было установлено, что, в частности, эти два смертельных случая произошли от отравления ядохимикатами, а именно хлороорганическими пестицидами. После смерти учителей было возбуждено уголовное дело. Но поиски продавца отравы так ни к чему и не привели. Бесконтрольная торговля тем и плоха, что концов здесь практически не найти. Виновник поездил? Не нашли. Где приобретали, что только на рынке все. У кого конкретно, так и не было установлено. Найти крайнего в торговле почти невозможно. Продавцы сваливают всю вину на производителя. Мы же только продаем, говорят они. А чем вы торговали? Орешками с сухофрукты. А вы сможете же они поступать к вам? Ну, нет. Ирина продавала сухофрукты в палатке на киевском рынке в Москве. А вот в таких условиях их расфасовывали по пакетам. А вот здесь, как видите, огромные клопы. И лежит вот сухофрукты, чем они нас кормят. Москвичей. Этот подпольный цех был обнаружен в ходе рейда, проведенного сотрудниками московского УБЭПа. Курагу, орехи и чернослив привозили сюда из Таджикистана. Сухофрукты лежали на полу в углу комнаты. Работники жили в этой комнате, только в другом углу. А то, что необходимы лицензии на продажу и так далее? Разрешение? Разрешение. Ну, разрешение у нас было, оно кончится, разрешение. У нас было разрешение. В ходе операции были задержаны не только работники подпольного цеха, но и продавцы. По закону отвечать за продажу неликвида должны и те, и другие. Если их вина будет доказана, то им грозит лишение свободы до шести лет. Супермаркет. Все товары здесь должны быть проверены и безопасны. Ведь на каждый продукт есть справки, сертификаты и гарантийные документы. Покупателей в супермаркетах обманывают не так нагло и систематически, как на рынке. Но и здесь невнимательный человек может получить, что называется, по полной. Супермаркеты пытаются всеми способами продать товар с истекающим сроком годности. Раньше такие продукты просто вывозили на свалку. Сейчас в кризис торговцы любыми способами пытаются продлить срок их годности. Если посмотреть на магазин изнутри, это совершенно другая жизнь. Это все совершенно по-другому. Сергей – бывший сотрудник супермаркета. Он знает эту систему изнутри. Собственно говоря, магазины, естественно, они стараются как-то увеличить свой оборот и скрыть, скажем так, какие-то недостачи, поскольку с них снимают деньги заработные платы за большие возвраты. Вместе с ним мы отправляемся в супермаркет. Сергей в первую же минуту обнаруживает на полках испорченные продукты. Чуть позже он подробно расскажет и покажет, как отличить эти продукты от свежих. Можно посмотреть. Хранить при температуре минус 18 градусов. Холодильник у нас сейчас показывает 10, 11, 12. Собственно говоря, продукт находится в состоянии, не в той сфере, в которой он должен храниться при потребителе. То есть сроки годности его заметно уменьшаются. Энститики откровенно теплые. Как только истек срок годности, продукты положено списать и отправить на свалку. Но часто просроченную еду заново упаковывают и выставляют на прилавок. Каждый отдел магазина имеет право списывать определенное количество продуктов. К примеру, только три пакета молока. Если вечером на прилавке осталось четыре, виноват продавец. Он должен продать это молоко любой ценой. И здесь в ход идут различные уловки. Сосиски в вакуумной упаковке. Срок их годности истек три дня назад. Полиэтилен вздулся, сосиски протухли. Сейчас Сергей превратит эту пачку в ходовой товар. Как говорится, легким движением руки. Настоящую дату изготовления стирают ацетоном. То есть мы берем что-то тонкое. В данном случае игла от шприца. Делаем небольшую дырочку в недоступном месте для обзора обычного покупателя. То есть это можно сделать в любом углу упаковки. Да, в принципе, в любом месте. Главное, чтобы это было менее заметно. В данном случае это можно сделать здесь. Вот, пожалуйста, воздух спускается. Вот, в принципе, пузырь сдут. Скажем так, вот она вакуумная упаковка. Которая уже, в принципе, не вызовет каких-то подозрений у покупателя. Сюда на это место наклеивается, опять же, наклейка с названием магазина, с датой упаковки. Ну и, собственно говоря, так же ее можно протереть, чтобы не текла. И, собственно говоря, прямо на полку. Просроченные сосиски можно отличить на ощупь. Вакуумная упаковка влажная. С нее капает сок. Значит, сосиски далеко не первой свежести. Просроченная колбаса идет в нарезку. Ее упаковывают прямо в магазине и ставят на этикетке новую дату. В этом весь фокус. Мы думаем, что это день изготовления. На самом деле, дата упаковки. Ну, пожалуйста, 17-е, 08-е. То есть обычный пистолет, который маркировочный, пробивает дату. Это можно сделать и сегодня утром. Вот, ну, что касаемо, в принципе, любого продукта, на самом деле. Дата 25 августа 2009 года означает, что в этот день колбаса была нарезана и упакована в магазине. Когда она была изготовлена, теперь не узнает никто. Родная этикетка не сохраняется. Лучше выбрать на прилавке батон колбасы, а потом попросить продавца его нарезать и упаковать. По закону о защите прав потребителя в любом магазине обязаны это сделать бесплатно. Многие покупатели уверены, срок годности указывается с запасом. И день-два просроченные продукты еще можно есть. Мы решили проверить, так ли это на самом деле. Анонимный покупатель приобретает в магазине самый скоропортящийся продукт – сметанный торт. В день истечения его срока годности лаборатория проводит анализ. Было обнаружено повышенное количество, большая обсемененность, повышенное количество бактерий группы кишечных палочек в 0,1 грамме продукта и повышенное содержание дрожжей. Торт испортился день в день с указанным на этикетке сроком годности. С этого момента он с каждым часом становится все более опасным. Никакого запасного срока годности продуктов не существует. Это миф. Дрожжение ликвида – не единственный способ обмана покупателей. В крупных супермаркетах обвешивают ничуть не меньше, чем на уличных базарах. Только технология более виртуозная. Например, в отделе замороженных продуктов покупателям продают лед по цене креветок. Собственно говоря, в такую упаковку также можно закачать воду под средством обычного шприца. Сейчас я вам это покажу. Делается это, опять же, в какой-нибудь угловой части пакета, чтобы это не было видно. Потом туда закачивается вода. В принципе, воды можно закачать столько, насколько хватит совести. А впоследствии все это дело замораживается, и вы, собственно говоря, не видите, что вы покупаете. Обычно это превращается в какой-то лед, снег. Все зависит от глубины, опять же, заморозки. Упаковку с замороженными продуктами нужно всего лишь посмотреть на свет. В пакете лед и грязные подтеки – значит, вам пытаются продать воду. Эту курицу Анна Баскаква купила в магазине эконом-класса рядом с домом. Только на кухне она увидела, что птица уже не первой свежести. Прибегаю домой. Ну, все у меня там уже, значит, на мази. Вот вода кипит. Вот сковородки уже распаленные. Я, значит, разрезаю пакет. Оттуда вонь такая, что-то невыносимое. Я стою над ней, чуть не плачу, не знаю, что делать. Я думаю, что эта курица умерла очень давно и своей смертью. У Анны уже есть опыт борьбы за свои права. Год назад она купила испорченную курицу, но смогла вернуть свои деньги и добилась от продавцов официальных извинений. Оказавшись точно в такой же ситуации второй раз, Анна обратилась на телевидение. Вместе с ней мы идем в супермаркет. Вернуть деньги за тухлую курицу. Вчера купили вас тухлую курицу. Ну, это надо обратиться к начальству в офис. Они заказывают. Ну, вы посмотрите, какая... Может, вы ее понюхаете для начала, при этом отправлять меня в офисную часть с этой курицей? О, смотрите, уже муха прилетела. Чек у нас нет. Как вы так выключите, вообще камера? Я вообще подозревала, что с ним утром нет. Как только в магазине начался скандал, вокруг собрались другие недовольные покупатели. Вы знаете, я такую купила, мыла, отмывала, вам не принесла. Вы, пожалуйста, убирайте этот товар. По закону о защите прав потребителя, магазин обязан вернуть деньги за испорченный товар. Доказательством покупки служит кассовый или товарный чек. Закон действует. У Анны без вопросов забрали протухшую курицу и вернули деньги. Получается, что вы продаете тухлую курицу, испорченную. Ну, вы действительно, вы понюхаете, она пахнет. Нет, я воню, что попадает. Ко мне-то она приходит, она в закрытом состоянии. Вы же понимаете, у нас нет человека, который занимается качеством товара. Мы готовую продукцию принимаем. То есть есть поставщик, но обращайтесь вот туда. Вы посмотрели, у меня в рабочем состоянии. Я поставщик скажу, да, я не знаю, как в магазине ее хранили, понимаете? Мы не производим здесь. Что мы делаем? Вы реализуете? Мы не производим. Вы реализуете. Вы смотрели, эти пакетки нормальные, строгоходности нормальные. А что внутри открыли? Ну, я уже за это не могу отвечать. Директор супермаркета лукавит. Она должна знать, что отвечать за качество товаров обязан магазин. Ведь именно у него мы покупаем продукты. На языке юристов заключаем договор. По нему магазин обязан продать качественный товар, а покупатель оплатить его в срок. Ну вот, они же лежат. Они же лежат и все. Что это опять вы начинаете? Я говорю, нельзя вообще снимать. Анна Баскакова вернула свои деньги. Но эти куры так и остались лежать на прилавке. Поэтому Анна позвонила на горячую линию Роспотребнадзора и попросила провести проверку в супермаркете. Ведь этот магазин ближайший к дому, и ей придется и дальше покупать здесь продукты. Ну, прямо реально пухлые куры продаются. Я боюсь, за этот месяц их уже раз купят. Там вот старушка сказала, что дайте мне адрес. Секундочку, адрес. Сейчас придет инкуратор, который занимается этим объектом. Наказывать недобросовестных торговцев можно и нужно. Для этого существуют две серьезные государственные структуры. Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Но они устраивают проверки только по звонкам бдительных покупателей, таких как Анна Баскакова. У нас существует и общественная приемная. Телефон этой общественной приемной 621-70-76 и телефон горячей линии, который работает ежедневно с 9 часов утра до 18 часов вечера. Кроме выходных, это 687, 40, 41. Каждый, кто купил испорченный продукт, может обратиться с жалобой. Достаточно сообщить адрес торговой точки по телефону местного отделения Роспотребнадзора или Россельхознадзора. Они сделают контрольную закупку и отправят продукты на экспертизу. Если продукты окажутся несвежими, торговую точку закроют. Если возникают сомнения в безопасности продукции, то, естественно, нужно обращаться для того, чтобы эти сомнения развеять. И даже тот минимальный ущерб, который вы себе нанесете, своему бюджету потеряв продукцию, вы во всяком случае сбережете здоровье. Поверьте, это намного дороже. А теперь результаты экспертизы. Наш внимательный покупатель, повар Алексей Кравчук, купил продукты и приготовил ужин для своей семьи. Сейчас вы узнаете, что с этого праздничного стола можно есть, а что надо выбросить в помойку. Мясо, купленное на рынке, оказалось полностью безопасным. Что касается мяса, никаких обнаружений не было. То есть по патогену, не патогену, микрофлоры чисто. И то, что касается химико-тактикологических исследований, тоже никаких обнаружений не было. Рыба, ягоды и фрукты из супермаркета тоже. Остаточное содержание пестицидов во всех образцах было в норме. Содержание тяжелых металлов в токсичных элементах во всех образцах было в норме. А вот в пирожных из магазина шаговой доступности целый набор опасной микрофлоры. Плесень, дрожжевые грибки и кишечная палочка. Они отправляются в помойку. Пирожные, поступившие для испытаний, они соответствуют по микробиологическим показателям. По повышенной обсемененности, по наличию бактерий группы кишечных палочек, по наличию стафилокока. На продукте мог быть перебит срок годности продукта. Наш тест показал, внимательный покупатель может купить качественные продукты. Но при этом нужно быть еще и требовательным покупателем. Покупать качественные продукты можно и нужно. На рынках, в супермаркетах и в магазинах. Надо только внимательно читать этикетки, состав и срок годности. Помнить, что качественный фарш не может быть дешевле мяса. Ведь его цена складывается и стоимости мяса, плюс затраты на изготовление. Перед покупкой мяса осматривать кусок со всех сторон. Если цвет неоднородный, значит его красили фуксином. Тушку курицы брать в руки. Если кончики пальцев слегка пощипывает, значит ее отбеливали хлором. Упаковку с замороженными продуктами смотреть на свет. Если в пакете лед и грязные подтеки, вам пытаются продать воду. Это простые необременительные правила. К ним надо привыкнуть, как чистить зубы и умываться по утрам. Соблюдая эти правила, можно обезопасить себя и свою семью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова